Всем привет-привет, с вами Флэшка и это Женские Игры, и мы возвращаемся в этот нелегкий час к нашему Ведьмаку. Долго меня не было? Да, да, долго. Для тех, кто не знает, а, наверное, большинство не знает, я сейчас в процессе прочтения серии книг, я на середине четвертой книги, и я не хотела начинать эту серию до того, как прочитаю третью книгу. Она мне показалась очень интересной в плане раскрытия самой цирии, ее истории. Очень много я узнала, и чем дальше я читаю, тем больше мне хочется оттянуть съемку до того момента, так как я ознакомлюсь со всей серией книг, чтобы как-то глубже познать мотивацию всех персонажей и иметь какое-то основание для решений в игре. Вот. Как-то так. Кто не читал, тем советую. Очень интересно. Очень. Итак, сегодня, у меня слишком много и так, мне тут голос за кадром напомнил, что прошел наш бой, не без потерь, но кого мы там не потеряли? Ламберта не потеряли. Ну и хорошо, что не потеряли. Давайте осмотрим это. Плак, плак. Я всегда буду помнить твои уроки и твою жертву. Если бы он не погиб, то цири бы не взорвалась вот этой магией и погибли бы все, а цири бы забрали. Так что я, наверное, поговорю со всеми. Давайте начнем. Как они кружочком здесь стоят, так со всеми поговорим. Благодарю. Я попрошу. Девушка моя воспитанница. А пожилые люди только для того и живут, чтобы помогать молодым. Ты понимаешь, что это еще не конец? Понимаю. Что бы ты не решил делать дальше, помни, что на Скеллиге ты всегда найдешь поддержку. У меня, у Краха, у его детей. И вот именно с книг я знаю, что Крах Анкрайт обязан цири. У него есть долг, кровный долг перед ней. Вот почему он так к ней относится. Спасибо, я буду об этом помнить. Я пока присмотрю за ранеными, но скоро мне надо будет возвращаться. Я оставлю вам немного лекарств. Будь здоров, Мышавур. До встречи. И на том спасибо. Рексель. Ой. О чем думаешь? Не представляю. Каэр Морхен без Весемира. Я собираюсь спуститься в долину. На следующую зиму подыщу себе другое место для зимовки. Ну, я тоже не представляю Каэр Морхен без Весемира, потому что мне кажется, что он был последний из них всех, кто знал больше, знал о подготовке, о каких-то... Вот ни один из этих ведьмаков уже не научит так другого. Ну, это лично мое. Останься. Это единственный дом, который у нас когда-либо был. Останься. Нет, Геральт. Это место уже давно мертво. Самое время с этим смириться. Печатненько. Было... Тяжко. Но все получилось. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Ты не хочешь остаться в Каэр Морхене? Было бы неплохо. По крайней мере на время. Пока не решу, что делать дальше. Идет. Ну, хоть кто-то. Так. С пьянкой. Ну и как? Теперь я могу сказать, что видел на этом свете все. Я до сих пор не верю в то, что видела. Вы рисковали ради меня жизнью. Как я могу вас отблагодарить? Мы что-нибудь придумаем, правда? Обязательно. Что вы собираетесь делать? Надо возвращаться в Новиград на следующую войну. Если вдруг соскучишься, мы будем в лагере. Как здоровья? Прошу. Спасибо за все. Ну, конечно. Что-то не так? Ты правда не понимаешь? Он горюет. Его можно понять. А, ты? Жаль Весемира. Спасибо за помощь. Я отдавал долг. Ты сразу вернешься на Артскелек? Медлить нечего. Вот-вот начнется война с черными. Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать? Знаю. И благодарю за это. И кто у нас еще? Золтан. Решал справиться, как я себя чувствую? Спасибо. Могло быть и хуже. Это хорошо. Жаль мне Весемира. Я знаю, он был тебе близким другом. Спасибо. Был. Слушай, не хотелось бы мне вмешиваться между водкой и закуской. Не пойми меня плохо. Я вам помогу, что бы вы ни устроили. Но, по-моему, сейчас надо контратаковать. Надо отыскать дикую охоту и накрыть ее, как быковцу. К сожалению, это не так просто. Нам будет трудно их найти, а они нас разыщут с легкостью. И застанут нас врасплох. Прости меня, Геральт, но это жалкий лепет человека, который не может прочухаться после удара судьбы. Напейся, проспись. А прежде всего, возьми себя в руки и обдумай это дело. Обдумаю. Отлично, мы со всеми поговорили. Если вдруг битва, мне бы помедитировать. Мне тоже нужно время, чтобы подумать обо всем. Зероэль обладает великой силой. Почему никто не учил ее контроля? Представь себе, кто-то ее все-таки учил. Как видно, без успеха. С удовольствием поссоришь с тобой по этому поводу в другой раз. Опа-опа. Давайте вот так. С Иритом психует. И вот эти. Нашли время ссориться. У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. И за заботу о Цири. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зероэль, спрятать. И собрать более мощные силы. В Каэр Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать. В таком случае, следует попросить о помощи врагу. Лучшее оружие против дикой охоты – магия. Значит, нам нужны чародейки. Мастера магии. Ты имеешь в виду ложу? А почему нет? Большинство членов ложи мертвы, остальные в бегах. Филиппа Эйльхард, Маргарита Лаонфиль и Фрингилья Вига, скорее всего, живы. Франциска и Ида. Ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Да, наверное, так будет лучше. И тут у нас два варианта. Либо отказаться от ложи, либо у нас нет выхода. Я не знаю, от помощи отказываться не хочется. Но эти чародеи – это еще то кодло. Вот серьезно. Никому из них доверять нельзя. Все себе на уме. И они не очень-то жалуют Цири. Они верят пророчествам эльфийки какой-то там, что Цири – это конец. Это начало, конца. Я не знаю, блин. Чем дальше влезть, тем толще партизаны. У нас нет выхода. Я не доверяю ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила соглашение с Императором. В обмен на помощь, ложе получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Это будет нашим козырем в торге. Трис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения. С меня хватит. Я не дам себя никуда везти, как мешок. Я не хочу сидеть сложа руки. Я устала ждать и прятаться. Да что ж за день-то такой? На самом деле, я всю ее жизнь куда-то таскаю без ее ведома и без ее спроса. Но... Она не виновата в том, что она такая особенная. Ты права. Ты доказала, что можешь о себе позаботиться. Проще похлопать по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется, чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции. Во-первых, нихрена подобного. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне. Пока. Иди за ней. Я лучше пойду за ней. Подожди. Ей нужно время. Позволь ей пройти через Скорбь. А потом мы как можно быстрее начнем уроки. Она должна научиться управлять своими способностями. Все это обучение. Правда, необходимо? Ты видел, что произошло? Сири может оказаться даже более опасной, чем Дикая Охота. Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдем, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания. Ох, тут Йен такая нежная с Трис. Я ждала молний. Летающих кроватей. Не знаю. Несколько дней спустя. С колебянием деревьев они перемудрили. Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после восьми попыток? А сколько я должна это делать? Сколько потребуется. У меня ничего не выходит. Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим, маятник легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? А Валак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило. Ну что угодно. Ты всегда умеешь взять себя в руки. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его бармен. Отведешь меня в горы и напоешь отваром шалфея? Друиды-скеллиги использовали его веками. И весьма успешно. Эй! Снег? Ты пожалеешь! Что? Стоп-стоп-стоп. Вы предлагаете мне бросать снежками? В цири? В девочку, которая переносится? Эй! Это не честно! А-а-а... А вот это вот вытворять, это честно? Цири! У меня еще снежки закончились. Сиризли! Где снежки-то? Эй! У меня еще есть. Господи, неуловимая жопка мелкая. У тебя нет шансов! У меня реально мало шансов. Блин. Давай-давай-давай-давай. Эй! Это не честно! Конечно! Никогда не любила эту игру. Я про снежки. Вот она там задерживается подольше. Опа! Опа! Сейчас получишь! Эй! Это не честно! У тебя нет шансов! Ну, где ты? И как мне предлагают попасть в этом? Ну, все. Ты был прав. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. Геральт! Геральт! Вставай! Пора ехать! Я коней заседлала. Цири. Только рассвело. Куда ты собралась? В Велин. Через несколько дней на Лысой горе будет шабаш чародеек. И знаешь, кто у них почетный гость? Кто же? Не знаю. Просвети меня. Имлерих. Лучшего случая его достать у нас не будет. Как тебе это вообще пришло в голову? Я хочу отомстить за Весемира. Шабаш это идеальная возможность. Имлерих будет среди своих. Пьяный и расслабленный. Он не будет ждать удара. Чувствую, Авалак будет мне в восторге от твоего плана. А ты его здесь видишь? Я ставила ему письмо. Мы встретимся в Новиграде. Пойдем. По дороге поговорим. Я об этом пожалею, наверное. Поедем? В путь. После битвы в Каэр-Морхене, которая едва не закончилась смертью всех защитников крепости, Цири начала думать о месте предводителям Дикой Охоты. Однажды ночью она разбудила Геральта и убедила его отправиться в Веллен. Цири знала, что на вершине Лысой горы она встретит Имлериха. Девушка собиралась его убить. С этими волшебниками не все так просто. Красота-то какая. А, это вот то дерево, где дракон летает, который мне не по зубам был. Может, теперь уже по зубам? Нет, сомневаюсь. Во Вроницах про это место говорили. Арт Кербин. Дом хозяек леса. Крестьяне боялись этого места. Оборон считал, что хозяйки леса просто сказка для непослушных детей. Интересно, как он сейчас? Он нашел жену и забрал ее куда-то далеко. С Анной не все было в порядке. Жалко. Откуда ты знаешь, что мы найдем здесь Имлериха? Авалак говорил, что в нашем мире повсюду живут создания, которые тайно общаются с эльфами из Айенейля. В Велине это ведьмы. Как я поняла, Эридин послал Имлериха к ним с приказом держать ухо востро. На случай, если Авалак вернется в старое убежище. Судя по количеству ушей, которые висят в лесу, они поняли приказ буквально. Думаешь, Имлерих еще здесь? Он любит плотские забавы. Вино, секс. Ведьмы ублажают его, а это питает его самолюбие. Я уверена, что он не упустит возможности и появится на Лысой горе в ночь Шабаша. Ты знаешь, что это за место? Несколько сотен лет назад здесь обитали друиды. Но потом появились ведьмы, уничтожили Велинский круг и осквернили священный дуб на вершине горы. Раз в год здесь устраивают праздник, Саббат. На него сходятся все местные крестьяне. Подозреваю, что Имлерих тоже появится, как почетный гость ведьм. Ты многое знаешь. Авалак хороший учитель. Давай сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину и найти Имлериха. Велинские крестьяне зовут эту ночь праздником даров. Не знаю почему. Масса следов. Здесь прошла толпа крестьян. Бежать мы не будем, да? Авалак говорил, что самая большая слабость Имлериха – тщеславие. Тщеславие? Он старается произвести впечатление на противника. Зато второй – карантир – скрытен и прагматичен. Что неудивительно, он ученик Авалакха. Там что-то много этих. Беловолосый когда-то служил хозяйкам. Но он же... Пусть подойдут. Но... Они пришли на праздник. Не годится отказывать им в гостеприимстве. Мы не на праздник. Нам надо подняться наверх. Через ворота вы не пройдете. Но там вон костры. Посидите, еды и питья хватит на всех. Может, в этом году хозяйки снизойдут к нам. И мы хоть глазочком на них поглядим. Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием посидим с вами. Узнаем. Говори за себя. Идите за мной. Так, что же спросить. А что вы отмечаете? А что вам до этого? Не гневайся. Беловолосый служил хозяйкам. Как и мы им служим. Целый год мы шлем им дары. А в эту ночь они одаряют нас благословением. Встречала я один такой дар. Заплаканный, перепуганный, сопливый. Лет восьми, кажется. Зачем хозяйкам дети? Мы не знаем и не спрашиваем. Не знаете? Так я вам расскажу. Скажите лучше, что делать мужику, если он встретит на дороге сироту, когда его собственные дети плачут от голода? Вы не здешние. А потому не судите нас по чужим законам. Ты сказал, что хозяйки вас благословляют. Да, так и проходят наши дни. С первого лета в трудах под жарким солнцем, потом дождливую осень, а потом зима и смерть. И тогда мы ждем весны, когда все, что мертво, возродится. А из нашей крови, из нашего пота, дуб родит нам желуде. Иногда несколько, иногда целую горсть. И что вы делаете с этими желудями? Старейшины велено собираются и держат совет. Одни хотят смолоть их и засеять поля, чтобы был богатый урожай. Другие, отнести мудрой женщине, чтобы она сделала снадобье от чахотки. И что, горсти заколдованных желудей хватает на весь велен? Никогда не хватает. Довольно об этом. У нас есть еще вопросы. Значит, хозяйки спускаются к вам? Если бывают милостивы. Мой отец рассказывал, как-то они переходили от костра к костру, выслушивали просьбы и жалобы. И каждый год мы ждем. Может, спустятся. Значит, тут их не было уже давно. Нет смысла надеяться на случай. Да, попробуем подняться на вершину. А почему мы не пройдем через ворота? Хозяйкам только избранных пускают. Каждый год на гору поднимаются юноши и девушки, не больше троих. Дай угадаю. Юноши и девушки не возвращаются. Возвращаются? Счастливыми. Ряд как-то остается потом в велене. Они уходят искать счастье по свету. Нам надо идти. Вы торопитесь увидеть хозяек. Понимаю. Сгораем от нетерпения. Пойдем, Геральт. Нам надо успеть до рассвета. Идите к шатру и предстаньте перед Теклой. Это она решает, кто достоин встретиться с хозяйками. Ой, а я могу ее заколдовать? Это он. Приготовься к ней, потому что и она к тебе хочет приготовиться. У меня ж есть. Прибошили словами дерзким. Однако, выскажи все. Вот. Акси. Бабка говорила, они спустились с вершины перед Сверхой. Добрые хозяйки. Красные. Милостивые. Смотри, мальчик. Это Приборжик. Я его знаю, его зовут Ивасик. О, может, он нам поможет. Что, ты вернулся? И девицу свою отыскал. Я Ивасик. Мы уже знакомы. Правда, это я с тобой познакомился. Потому что ты убегала, и я видел тебя с их пены. Ну, это долгая история. Меня зовут Цири. Приятно познакомиться. Как твои дела? Все здоровы, спасибо. Что вас сюда привело? Мы собираемся на вершину горы. Можешь нам с этим как-нибудь помочь? Я бы попробовала вас отговорить. Но это, наверное, напрасный труд. Девица такая же упрямая, как и ты. Правда? Еще больше. Я так и понял. Дорога на вершину начинается там, за воротами. А ключ от ворот только у старой Теклы. Вам его не достать. Так что лучше возвращайтесь назад. Почему ты считаешь, что ключ не достать? О, боги! Да с вами хуже, чем с детьми! На вершину горы пропускают самое большее троих. Только прекрасных юношей или ладных девушек. Они получают ключ, открывают ворота и идут навстречу с ведьмами. Я горжусь. Но он-то старый и страшный. Какая от него польза? Я могу, например, найти пропавший голос. Тогда иди и поищи голос своего разума. А я тебе скажу, лучше возвращайся. С ведьмами шутки плохи. Мы здесь, потому что ищем эльфа по имени Имлерих. Цири считает, что он гостит у ведьм. Такой здоровый. Весь в доспехах. Тогда верно. Он и правда на вершине горы. Ты видел его? Первый раз на топях. Вода замерзала под капутами его коня. А вчера второй раз. Уже здесь. Зачем вы его ищете? Он убил моего друга. На твоем месте я бы не стала мстить. Перед ним даже ведьмы прогибаются. Не стоит прогибаться. Мы должны добраться до вершины. Придется убедить в этом Теклу. Она слепая, но ее не обманешь. Мы и не будем изворачиваться. Она там, в шатре сидит. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. И я на это надеюсь. Очень милый мальчик. Так, а нам дальше, да? Ах. Она вот там вот сидит. Или еще дальше? Еще дальше. Но я думаю, мы это узнаем. А где Цири? Цирила. Вот негодная девчонка. Она уже там. Вот верняк уже там. Ох, догоню ее. Ох, догоню. Ну что ж, ребятки. Мне так грустненько получалось, как я думала. Это хорошо. Я не готова была сегодня еще раз рыдать. Но продолжу наш путь на вершину уже в следующей серии. Я не очень одобряю месть, но Цири понять можно. Да и это очень такой коварный враг. Лучше бы его устранить. Может тогда полегче было. Но я сомневаюсь, что у нас это получится. Но будем видеть. Не пишите, получится или нет в комментариях. Я не хочу этого знать до того момента, как не начну следующую серию. А на этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока.